Музыка Никита, хотел спросить Никита, как тебя зовут? С Никитой мы познакомились на этом проекте «Летний цигун» И Никита, видно, что он такой глубокий любитель чая Никита, такой вопрос Что ты находишь общего между чаем, приготовлением чая, его питом, чайной культурой, скажем так, и цигун? В первую очередь, скорее всего, глубокая медитация для каждого человека То есть ты о чем-то думаешь, отрешаешься от мира, окружаешь себя И наводишь, у тебя мысли волнуют, что-то ты переживаешь И ты когда делаешь эти движения особые, вода льется, завариваешь чай, ароматы, запах Ты настраиваешь, что тебе правильная идея, и мысли приходят в голову С собой вроде-то медитация, по крайней мере, для меня Ну, опять же, это большая компания, это знакомство, общение с друзьями, приятное времяпровождение Я тут еще вот такой аналогии Аналогий может быть много, как мы говорили, и легенд про чай Для себя определил, вот три необходимых минимум предмета для чая Это какая-то емкость, куда мы можем, откуда мы пьем Собственно, чай и кипяток, по большому счету, вот три составляющие, которые минимум необходимы Вот, и я так подумал, что чашка, в которой пьем, это человек, который занимается Чай, это метод, которым мы, чай, разные методы могут быть И кипяток мастер, то есть, когда мы берем какой-то, во-первых, чашка пустая должна быть, правильно, да? Берем какой-то метод, чай, вот, и когда хорошая вода, хороший мастер, получается вот эта алхимия хорошего чая Остается правильная методика приготовить его, где-то вот такое, близкое, да, наверное? Да, я согласен, потому что китайцы, вот это гайвань, она же с блюдцем, у них же идет блюдце, это небо, точнее, это земля Сама чаша, это человек, а крышка, это небо И вот это равновесие между небом, землей и человеком должно быть То есть, напрямые многие вещи У них очень много связано, только параллели можно проводить, что у них не все так просто, на самом деле Да, ну, Никита еще чем отличается, что у него и папа, и мама пришли заниматься Сегодня, к сожалению, их нет, но они ходили это все время Обязательно придут, завтра Отлично, отлично Ну, тогда мы завтра еще с ними побеседуем Спасибо, Никита Вам, спасибо Спасибо